В связи, то, что вы говорите, должны быть мужчины. Я вспоминаю миниатюру Хазанова, когда он знакомился там по переписке, взял себе имя и говорит свое, а отчество соседа. Стал Пётр Абдурахманович. И вот он с ним беседует, беседует. Это долгая история. А потом она наконец у него спрашивает. А скажите, Пётр Абдурахманович, а вы как мужчина что-нибудь можете он и говорит, дров наколоть, что ли? Понимаете? То есть здесь гораздо шире по ведической концепции. Он должен брать на себя обязанность. С другой стороны, у меня вопрос. Но это шутка. А вот вопрос такой. А почему тогда все гуры, гуры, гуру, мужского рода? Почему все планеты мужского рода? Луна, Венера, Венера, она, Луна, она, нифига не она, он. Вот почему так? Что за несправедливость? Опять же, она пашет, пашет, понимаешь? Она, так сказать, девять раз его, так сказать, инстинктов у него больше, а он обучатель. Ну, здесь легко ответить на этот вопрос, потому что кроме чувств у нас есть еще разум. И те же веды утверждают, что разум мужчины... Разума нету, да, получается? Нет, нет. Разум мужчины в девять раз сильнее, чем разум у женщины. А у женщины чувства в девять раз сильнее, чем у мужчины. Поэтому они друг друга как бы уравновешивают. Арифметические уравновешивания. Да. Вот висит картина у меня. И, как вы сами видите, лакшник. Экспансия женская, так сказать, экспансия вешну. Ну, да, и вот, ну, ведь они же живут одинаково, действительно. Вот это тот идеальный вариант, когда они живут уравновешивания, живут комодией. А почему сегодня реалии нашей жизни о том, что безответственность, понятно. А там что, не было безответственности? Там была только ответственность, правильно? Его и ее. Ну, ответ простой. Дело в том, что раньше, в предыдущей эпохе, люди воспитывались на примере, опять же, достойных личностей. И в Писаниях описаны воплощения Бога, да, опять же, который приходит сюда, и его супруга тоже воплощается. И люди воспитывались на примере качеств, которые проявляет Господь, его та же супруга, да, или, например, какие-то великие личности. Было воспитание. И благодаря этому воспитанию люди могли развивать себе соответствующие качества, то есть учиться вот этому аскетизму, чистоте, милосердию, правдивости. А сейчас эта культура, это воспитание, оно утрачено. То есть никто не обучает принципам аскетизма, чистоты, милосердия, правдивости. Сейчас в школах, в университетах, ну, другие предметы изучают. Вот. И поэтому, как бы, люди вырастают, а у них нет качеств соответствующих. Для того, чтобы вот принять на себя ответственность и действовать точно так же, как божественная чета, например, да, проявлять те же качества. Ведь мы созданы по образу и подобию Божьему, да. Значит, у нас есть возможность проявлять качества и Бога, и Его супруги, ну, и мужчина, и женщина могут проявлять эти качества на своем уровне. Но не хватает воспитания, культуры не хватает. Ну, это мое мнение такое. Поэтому мы вот сейчас беседуем об этом, да, и стараемся как-то популяризировать эту тему. Что ведическая культура, она помогает, она в первую очередь помогает нам даже увеличить продолжительность нашей жизни. Такой интересный момент. Развивая в себе соответствующее качество благочестия. Продолжение следует...